Как известно, Севилья одолела в чемпионате Испании Реал с крупным счетом. Вчера мы видели игру. Можно ли сказать из всего этого, если сделать вывод, что Севилья на данный момент даже может быть более опасный соперник, чем достался ЦСКА? Спасибо. Добрый день. Мы видели игру с Реалом. Они обыграли их абсолютно по делу. Могли забить не три, а шесть мячей. Вы знаете, игра на игру не приходится. Уровень Реала и Севилья очень высок. Я не могу сказать, кто из них сильнее или слабее. Это две команды топ-уровня, поэтому с каждой из них. И ЦСКА вчера было очень сложно. Вы сами видели. И нам завтра не будет легко. Поэтому это команды высочайшего уровня, повторюсь. И с каждой из них играть очень трудно любой команде мира. Определились ли вы уже со стартовым составом и будете ли исходить из того, что вам предстоит матч с «Зенитом» в чемпионате России? По составу определились, я думаю, на 90%. О игре с «Зенитом» мы совсем не думаем на данный момент. Все наши мысли только о Севилье и будет играть тот состав. Люди, которые будут наиболее готовы к завтрашнему матчу. Вопрос Маурисио. Вы были одним из героев матчей с «Реалом Соседат». Прекрасно помните матч с «Сельтой». Можно ли сравнить нынешнего соперника испанского с предыдущими из этой страны? Добрый день. Мне бы хотелось сказать, что «Севилья» находится в самой лучшей форме сейчас. И если сравнивать с «Реалом Соседатом» или «Сельтой», они сейчас находятся в гораздо лучшей форме. Я думаю, что «Севилья» — это команда очень сильная. И они выиграли последние пять матчей. Я думаю, что мы находимся также в наилучшей форме своей. И нам нужно думать только о своей игре. И в той же манере, как мы играли последние матчи, и чтобы порадовать наших болельщиков. Мурат Олегович, Игорь Михайлович Шалимов часто говорил, что «Краснодар» отталкивается не от игры соперника, а от собственной игры. В этом матче против такого соперника все-таки как будет строить игру «Краснодар» от себя? Или все-таки учитывать, конечно, сильные стороны соперника, который является многократным победителем этого турнира? Мы в каждой игре стараемся играть в атакующий футбол. И мы не будем отходить от своей модели игры. У нас нет оборонительного плана. Возможно, с таким соперником, как «Севилья», они, возможно, заставят нас обороняться больше, чем мы оборонялись в последних играх. Но могу заверить, что будем играть в атаку и не будем ничего кардинально менять в своей игре. Обычно в зале для этих пресс-конференций в этом сезоне появляется другой человек, Марат Олегович. С чем связано сегодня именно ваше появление? Связано ли это с тем, что, наверное, за те полгода, которые вы руководите Краснодаром, это самый большой, наверное, матч в вашей жизни? Счет моего появления, наверное, вопрос больше к Денису. Я отвечу потом. Игры, наверное, да, по вывеске, это, наверное, на данный момент самый большой матч. Вы правы, да, наверное, так и есть. Ну, а я хочу поблагодарить наших коллег из УЕФА, которые, в общем-то, и нам пошли на встречу, и им, конечно, интереснее, чтобы с журналистами общался тот человек, который реально руководит командой. Здравствуйте. К тренеру вопрос. Карина Сапунова, Тасс, хотела бы у вас уточнить по поводу того, все ли игроки здоровы после игры с Динамо, и могут ли от этого зависеть изменения в составе перед матчем с Евилей? На сегодняшний момент не тренируются в общей группе. Это Страмберг и Игнатьев. По Аре есть еще небольшие вопросы. Мы поймем только сегодня на тренировке окончательно, сможет ли он завтра играть или нет. Остальные все в порядке и готовы играть. В таком случае следующий вопрос. Под вопросом Игнатьев, под вопросом Аре. И, ежели, не дай бог, что-то произойдет, есть какие-то варианты тогда в атаке, кроме Аре и Игнатьева, футбольного клуба Краснодар? Да, конечно, есть, но я не могу их сейчас, по-моему, озвучить. Их есть, и они два-три варианта разных. Надеюсь, что до этого не дойдет, и Аре сможет завтра сыграть. Вопрос к Маурисио. Маурисио, в сентябре вы не так часто появлялись на поле, не так часто появлялись в играх за Краснодар. На ваш взгляд, с чем это связано? Ну, я думаю, что команда хорошо шла эти матчи, и все игроки, которые играли тогда и сейчас играют, они были в самой высшей форме. И, так скажем, очень тяжело завоевать свое место, когда команда так хорошо идет. И также у нас есть лимит, которому мы должны подчиняться. Дмитрий Гачергин, Эрспорт. Хотелось узнать, какая цель на Лигу Европы? Команда уже заходила в 1-8 финала. Понятно, что нужно идти от матча к матчу, не загадывать далеко. Но есть ли какая-то промежуточная цель, которую вы ставите для себя планку минимум, так скажем? Планка минимума – это выйти из группы. Так вы правильно сказали, что мы далеко не загадываем. Мы стараемся от игре к игре показывать хорошую футболу, и при этом добиваться результатом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok